В прямом эфире репортера новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. НАБУ сегодня проводила обыски в домах чиновников и кабинетах Горсовета. Как сообщает Национальным антикоррупционным бюро Украины, детективы проводят следственные действия по двум уголовным производствам, открытым по фактам злоупотребления служебным положением чиновников. Ведомство расследует возможное присвоение средств городского бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и аэропорта. Во время обысков никаких мер пресечения в отношении чиновников не было зафиксировано. Слышные действия также проводятся обшуком. Детективами НАБУ и, вероятно, появляется факт причетности мэра города Одессы. В результате чего, за местом его проживания и за местом его работы проводится также обшук. Сегодня на Гагаринском плато горели заброшенные сараи. Возгорание произошло около трех часов дня возле здания частной французской школы. Спасатели ликвидировали пожар, не дав огню перекинуться на соседние здания. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. В санчасти Одесского СИЗО умер 43-летний заключенный. По данному факту полиция открыла сразу два уголовных производства. Об этом репортеру сообщили в областной прокуратуре. Сейчас уже назначено судовую медическую экспертизу для установления причин смерти человека. За полученными данными, 43-летним человеком в связи с погибшением состояния здоровья было надано медическую допомогу на месте, а потом его доставлено до мед. частини установки, где продолжены необходимые медичные заходы. За попереду информацию лекарств, смерть настала от тромбоэмболии легеневой артерии. В то же время на своей странице в Facebook капеллан-изолятор Дмитрий Краснобаев сообщил, что по словам заключенных, мужчина умер от передозировки наркотиков, которые он начал употреблять в СИЗО. Действительную причину смерти выяснит судебно-медицинская комиссия, работу которой уже инициировала областная прокуратура. Сегодня днем у здания Одесского апелляционного хозяйственного суда прошла акция протеста. Активисты, представившиеся общественностью Одессы, считают, что в деле по застройке берегозащитного сооружения судьи не станут на сторону обвинения, которое выявило со стороны застройщика нарушение условий договора с управлением берегозащиты. Сейчас предприниматель пытается обжаловать решение о расторжении договора, что и возмутило активистов. Винен то и та людина, яка сделала эту схему, яка подготавливала условия, из которых была передана на субаренду. Там уже за субаренду я не знаю просто, что есть такой термин в юриспруденции, это субаренда, субаренда. Ну, вы понимаете, что там делается? То есть, ну, все делают так, чтобы не было кинцов шукать и будуют там, что хотят. Ну, и на самом же заседании протестующие оскорбляли судей, особо не стесняясь выражения. В свою очередь, судьи напомнили, что подобные действия можно квалифицировать как вмешательство в деятельность судебных органов, что влечет за собой штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком на полгода. Рассмотрение дела, по сути, продолжится на следующем заседании 20 ноября. К этой дате активисты пообещали провести более массовую акцию протеста. В Одессе ищут свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла вечером 16 октября возле рынка 7-й километр. Водитель, который сбил мужчину, скрылся с места происшествия. Серый Вольво объявлен в розыск, но пока безрезультатно. Тем временем, пострадавший, за жизнь которого 6 дней, боролись врачи, умер в реанимации. У него остались супруга и двухлетний сын. Анна Граденцева продолжит тему. У входа на 7-й километр собираются люди. Сегодня рынок облетела новость. Их валеры больше нет. Люди говорят, его знали все, любили и уважали. Что это был за человек, я даже вам не могу передать словами. Умный, добрый, отзывчивый. Главное, вот вы знаете, очень много людей, которые разговаривают на китайском языке. Кроме самих китайцев, конечно же. Ну, я знала, простите, пожалуйста, знала только одного. И это был Валерчик. В толпе легко заметить женщину в черном платке. Любовь не верит, что завтра ее мужа нужно забирать из морга. За жизнь Валеры врачи боролись 6 дней. Там у него острый череп нам открытый, перелом черепа, основание черепа. Открытый, я уже знаю, открытый перелом правой голени, левая голень закрыта. Не подтвердили сейчас на суд этой экспертизы перелом грудного позвонка. Эксперт, который делал сегодня суд медзаключения, он сказал, что с такой травмой головы он просто не понимает, как этот человек тянул шестеро суток. Он боролся, он хотел жить. Это и есть тот самый перекресток. Остановка седьмой километр. Валеру с тяжелыми травмами, по сути, оставили умирать на дороге, говорят люди. Была машина примерно серого цвета. Сказали, что была Вольво, старенькая такая, но в машине было три пассажира, что он сбил Валеру, пролетел, остановился, вышел, развел руками, заматерился, сел и уехал. Друзья погибшего созваниваются со следователем каждый день. В полиции говорят, машина объявлена в розыск. На сегодняшний день материалы в следствии. Автомобиль объявлен в розыск, то есть отобраны видеоматериалы, отобраны пояснения свидетелей-очевидцев. И следствие также розыск занимается установлением личности водителя, а также местонахождением автомобиля. Сотрудники рынка говорят, они готовы перекрывать трассу. Перекресток, на котором погиб Валера, в народе прозвали смертельным. ДТП здесь происходит чуть ли не каждую неделю. Но на опасный участок внимания не обращают. Неоднократно обращались в УкрАвтодор, ну кто непосредственно занимается данным участком. Ну, светофоры, освещение, видеонаблюдение и так далее. Неоднократно. В чем было банально отказано. То есть отписку дали и все, больше ничего. Даже не дают возможности администрации рынка покрасить, потому что посмотрите в каком состоянии. Чтобы конкретно нам дали и разъяснили, когда здесь будут установлены видеокамеры, когда здесь будет освещение, здесь темнота. Вот люди рассказывают, идут поздно ночью с работы, ну там кто товары разгружал, получал выгружать. Здесь постоянно темно. В неделю сотрудники рынка собирали деньги на лечение. Теперь собирают на похороны. С Валерием Гембой простятся во вторник. Ему было 39 лет. У него остался двухлетний сын. Когда появится тепло в домах одесситов, решит погода. Если среднесуточная температура продержится на отметке 8 градусов, в течение трех дней городские котельные начнут подавать тепло. Пока теплотрассы проверяют, готовят к эксплуатации. Первыми через 3-4 дня тепло получат школы, детские сады и больницы. Все остальные с учетом температурного режима. Вопрос обеспечения теплом центра города сейчас представители обанкротившейся ТЭЦ решают в Киеве. Должны сегодня получить договора, насколько они мне заверили, что договора в принципе уже подписаны. Они подходят, визируют и забирают эти договора с тем, чтобы иметь основания для заключения и получения номинации на отпуск тепловой энергии с зоны ТЭЦ. Не останутся без тепла жители на улице Мечникова, где сейчас идет ремонт. А вот проблемная Шкодовая гора вскоре может получить две топочные. Проекты смета уже готовы. Однако, когда тепло появится у местных жителей в домах, пока непонятно. Перед запуском всей системы коммунальщики ликвидировали 1200 поломок. Отныне используют новые трубы предизоляционные, которые должны уменьшить теплопотери на магистралях. Тарифы успокаивают специалисты не изменились. Ну а тем временем Одесская мэрия не успевает освоить бюджет развития до конца года. Не удалось использовать 39% средств. Еще хуже обстоят дела с общественным бюджетом. В мэрии его практически провалили. Со 100 миллионов освоили только чуть более 2 миллионов. А из 40 проектов 22 сейчас реализовываются. Из них полностью завершен только один – детская площадка на улице Героев Обороны Одессы. Проблемы в конце года – это низкие темпы освоения первой бюджета развития. На сегодняшний день профинансированные расходы бюджета развития в размере 1,585 миллионов гривен или всего лишь 61% к годовому плану. Практически, можно сказать, осталось меньше двух месяцев. В Одесской области заканчивается проверка объектов социальной инфраструктуры на предмет противопожарной безопасности. Речь идет как о технической оснащенности учреждений, так и об информировании сотрудников и учащихся. Проверка должна быть закончена до 25 октября. Тем не менее, уже есть подсчеты необходимых средств, которые необходимо выделить на мероприятия по противопожарной безопасности. Сумма оказалась немалой. Губернатор Максим Степанов заявил, что сейчас невозможно выделить такие деньги из областного бюджета, поэтому предложил руководству ГСЧС определить очередность оснащения спецсредствами социальные учреждения, исходя из степени риска. Понятно, что это невозможно сделать за месяц, за год. Противопожарная безопасность должна быть на том или ином уровне, хотя бы сейчас. Изначально, понимая, что цифра будет достаточно высокая, я сказал, выбрать по приоритетам. Там, где есть, например, круглосуточное пребывание, там, естественно, должна быть противопожарная сигнализация, в первую очередь поставлена. Сделаны проекты, должна быть она поставлена. Одесский городской совет продолжает свою борьбу с незаконными элементами ограничения движения. За последние три месяца в Одессе демонтировали 412 юнипаркеров, ограждений и шлагбаумов. Больше всего незаконно установленных элементов выявлено в историческом центре города. За 18 месяцев департамент совместно с КП ЖКС и КП городские дороги демонтировал 499 единиц незаконно установленных элементов благоустройства. В том числе 337 юнипаркеров, 50 бетонных блоков, 76 турбиков, шлагбаумов, ограждений и 25 лежачих полицейских. Посол ЕС в Украине Хьюк Мингарелли с рабочим визитом посетил Одессу, в частности морской порт. Он также встретился со студентами, бизнес-сообществом и губернатором. По словам посла, одна из целей его визита в город – поддержка суверенитета Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, Мингарелли в рамках визита совместно с губернатором области рассмотрел программы по борьбе с коррупцией, децентрализацией, развитии малого и среднего бизнеса и по поддержке местных громад. На втором христианском кладбище отреставрировали памятник еврейскому писателю Менделе Мойхерс Фариму, более известный как дедушка еврейской литературы. Писатель стоит в одном ряду с такими драматургами, как Шалом Алейхем и Исаак Бабель. Писал Мойхерс Фарим преимущественно на идише. И в Рите большая часть произведений классика посвящена Одессе и жителям города. Судьба этой могилы трагическая. Вы знаете, что он был захоронен на втором юридском кладбище, который находится напротив территории, где мы с вами находимся. Когда в 70-х годах советская власть это кладбище разрушила, его перезахоронили сюда, поставили этот памятник, перенесли, и могила была заброшена. И поэтому Ассоциация Ульников Гетто собрала средства и восстановила в первозданном виде данную могилу по фотографии. Известно, где еврейский писатель Ирма Друкер пришел навестить писателя Мендер Мойхерс Фарима. Поэтому мы это сделали, и для нас это очень важно, потому что если это дедушка еврейской литературы, а к дедушке надо относиться тепло, с душой и с уважением. Ну и поговорим немного о спорте. Одесский Черноморец не сумел удержать победный счет в выездном матче против Каменской Стали. Гол в начале второго тайма забил Денис Васин после дальней передачи со своей половины поля от Алассана и прострела Хабленко. Сравняя счет Сталь сумела со спорного пенальти на 61-й минуте. Отличился Эдгар Малакян. На 79-й минуте после удара того же Малакяна гостей спасла штанга. Матч так и завершился со счетом 1-1. Следующую встречу одесситы сыграют в среду в рамках 1-й восьмой финала Кубка Украины на выезде против СКА Днепр-1. В Одессе состоялся турнир области по карате. В этом году количество участников соревнований превысило 400 человек. Теперь сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионат Украины. Все подробности у Дмитрия Бакамолова. Открытый чемпионат области по карате среди детей и отбор на чемпионат страны среди кадетов. Участие в захватывающих поединках приняли и взрослые и дети. Несмотря на юный возраст, многие участники уже умеют замечать и свои ошибки, и соперников, и менять тактику по ходу боя. Финальная схватка была в том, что она плохо закрывала голову, и получилось ее по голове и в корпус ударить. Первая украинская чемпионка Европы среди взрослых Анита Серегина недавно выиграла серебро всемирных игр, а сейчас тренирует своих подопечных. Задача непростая, ведь готовит она самых маленьких. Здесь на первом месте техника и психология, а не физика и тактика. В таком возрасте все-таки больше важно детское спокойствие, потому что на тренировках я вижу потенциал у одних детей, выходят на соревнования, выстреливают совсем другие, потому что кто-то более спокойный, те более переживательные. Но стараюсь им поделиться своим опытом, стараюсь, чтобы они меня услышали. И как-то на своем примере, чтобы они тоже видели, что все возможно. В этом году количество участников чемпионата области значительно возросло. Если в прошлом году было заявлено 390 спортсменов, то в этот раз на 70 каратистов больше. Приехали представители 15 клубов из Одессы и других районов, в том числе из Черноморской катаны и Николаевского олимпика. Общее число участников 460 спортсменов. Вот, как бы, чемпионат очень масштабный. Мы, как бы, наращиваем свои обороты. Каждый чемпионат области у нас все больше и больше участников. Вот, и надеюсь, что мы дальше будем также прогрессировать и приобщать все больше людей к нашему олимпийскому виду спорта карате. По результатам турнира первое место в общекомандном зачете досталось клубу «Легион». Сильнейшие каратисты-кадеты будут отобраны в сборную области для участия в молодежном чемпионате Украины в ноябре в Черновцах. Мотивация для них – попадание в сборную страны, где одесситы уже традиционно на одних из первых ролей. В эти дни, когда мы проводим область, наша ненациональная молодежная сборная команда Украины отправляется на чемпионат мира в Испанию, на Тенерифу. И шесть спортсменов Одесской областной федерации состоят в сборной. И мы, конечно, желаем удачи и ждем их с возвращением сюда домой с медалями, с чемпионатом мира. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.